Всем нихао! В Китае сейчас утро и это время для больших разговоров. Вероятно многие из вас слышали об открытии нового реалма катаклизма на WoW Circle. И сегодня мы поговорим с вами на эту тему. Немного предыстории. Первые реалмы катаклизма на этом серве открылись уже давно, но особой популярности уже не пользуются. Раньше было довольно много багов, что-то не работало, основное внимание уделялось патчу 3.3.5, ну и такое в общем. Я сам в то время играл на Личее и особо не вникал в тему Каты, но я знаю, что многие люди действительно нашли себя именно в этом дополнении. Для многих игроков времена катаклизма были самыми шикарными, принимая во внимание последние 15 лет существования вселенной Варкрафта. И вот я задумался, а есть ли вообще нормальная пиратка Каты? Я часто общаюсь с задротами вроде себя, со зрителями на стриме, просто читаю комментарии к разным постам, мемчикам, видео. И на каждое дополнение есть свой сервер, который ходит на слуху. Например, как только речь о Пандарии, то все говорят «Панда Вов». Речь о Личе, Вов Сёркл, Вар Мейн и прочее. При упоминании пиратки БФА чаще всего мелькает фаершторм, хотя мне тяжело понять игру на пиратки БФА, когда официалка ещё не закончилась. Но сейчас немного о другом. Катаклизм. Я никогда не слышал, чтобы люди говорили о том, как классно им сейчас играется на Кате. Максимум, что я слышал, это «Ох, были времена, играл на Кате с другом Каляном в дабл-бладдэка, джебошили мы знатно, всех убивали». Их! А где играли, спрашиваю я, и ответ всегда был одним, не считая Афы. Это Вов Сёркл из пираток. Но лично я своими глазами не застал рассвет ката на Сёркле и даже ни разу не играл на Кате. Хм, так может, время настало? Уже в ближайшую субботу, 23 ноября этого года, откроется новый масштабный проектик, это «Катаклизм Х5». Рассмотрим плюсы и минусы игры на этом новом реалме. Плюс. Лично я не знаю ни одного хорошего «Катаклизм» сервера, где был бы большой онлайн, и можно было бы интересно зарубиться. И, судя по всему, скоро такое место появится. Администрация сервера серьёзно подошла к открытию нового реалмы и в целом возрождению каты. Поэтому стоит ожидать чего-то большого и взрывного. Минус. Мы не знаем, сколько проживёт данный реалм. Известны многие сервера, которые открывались, набирали обороты на старте благодаря рекламе, а потом умирали спустя день, неделю, в лучшем случае пару месяцев. Но, зная имеющуюся базу в офсёркла, что тут играет много людей и в целом хороший онлайн, думаю, рискнуть создать аккаунт и начать играть можно. Плюс. Хорошая работоспособность. Прям от сердечка отрывают. Что ж, все мы часто слышим о том, что у открывающегося сервера будет самое, что ни на есть, просто лучшее. Работоспособность. Нигде такой нету. Но, конечно же, это далеко не всегда правда. Однако, если верить производителю, то всё будет максимально гладенько и хорошечно. Разработчики, команда, всё будет как надо. Что ж, тут мы плавно перетечём в минус. В принципе, оснований не верить этим словам у меня не слишком много. Думаю, что работать они будут на совесть. Но, будут ли они делать это долго и стабильно, даже если онлайн в будущем упадёт? Надеюсь, что да, это то, чего не хватает игрокам. Качество. Именно качество. А там, где качество, там и большой онлайн. Исключение этому правило только Сиро. Плюс. Постепенное открытие контента, которое позволит вдоволь насладиться этим прекрасным дополнением, даже тем, кто ни разу в него не играл. Минусов у этого пункта нету никаких. Думаю, это идеально. Плюс. Присутствуют различные модификации, которые сделают игру на одном уровне SWTLK. То есть, можно будет просто почилить, порыгаться локу 1 на 1 или 3 на 3, подуэлиться в PvP-зоне или быстренько рыгнуть багажечку без очереди. А если ты уверенный в себе и упорный, то сиди в ЛФГ-чатике и ищи себе тиммейтов для двоечки. Достойно. Плюс. Доната в начале не будет. То есть, будет полное равенство игроков, как донатеров, так и смертных. Минус. Со временем донат все же появится и бесовые ребятки повылазят из ниоткуда. Но это будет не смертельным. Вполне обычная практика для пираток. Все шмотки легко формятся и без доната. Ну, или большинство из них. Следующий пункт, я не знаю, перенести к плюсу или минусу, но рейты на опыт будут x5, что в принципе неплохо. Не слишком долго качаться, но и прям по-быстрому не получится. А рейты на все остальное x2. Вам решать хорошо это или плохо. Ха, я столько всего перечислил, представил уже себя, сидящего возле риги Саллоки и флеймищего на очередных слабых напарников. Аж самому захотелось поиграть. И онлайн на старте будет довольно большой, судя по всему. Ах да, чуть не забыл. Последний плюс. Открытие x5 катаклизма будет уже в эту субботу. А суббота это что? Правильно, выходной день. Не у всех правда, но все же выходной. А это значит что? Что можно будет спокойно поиграть и насладиться контентом. Апнуть ачивочки по типу первой на сервере и так далее. Мое мнение, стоит попробовать поиграть там. Особенно если вы обожаете или хотите впервые опробовать катаклизм. Старт обещает быть хорошим. А вот что будет через год, не знает никто. Это конечно не русская рулетка. Но может сыграем?